После трехлетнего перерыва в Шадринске состоялся детский гастрономический фестиваль «Шадринский гусь». Мероприятие организовала администрация города. На торжественном открытии юных участников поприветствовал руководитель отдела культуры Сергей Чернов. Все мы знаем, что наша территория, наш город и наш муниципальный оборуд славится Шадринским гусьем. Это птица, которая адаптировалась здесь, в Западной Сибири, в Зауралье, и считается самой вкусной, самой жирной пищей для людей. Не случайно, когда вы в декабре, в январе вдруг едете по трассе, вы обязательно увидите людей, которые продают птицу для Нового года, для Рождества. Потому что у нас это тоже большая давняя традиция. В каждом селе, в каждой деревне и даже в городе люди выращивают именно вот такого шадринского гусята. В стенах шадринского драматического театра школьников познакомили с историей города и его традициями. Сотрудники Централад подготовили для праздника интерактивную театрализованную программу «Шадринский гусь с калидовщиками в гостях у императрицы». Ребятам рассказали о знаменитой легенде, познакомили со святочными обрядами, научили их калидовать, а также гадать на огне, в воске и дуге. Что увидят, то и получат. Какой символ можно увидеть. И чудесный, прекрасный цветок, и дерево, также животных. У кого какая фантазия. Также прошли творческие мастер-классы по росписи пряников. Маленькими кистями ребята расписывали съедобных гусят собственными руками. К слову, пряники тоже являются брендом «Шадринска». «Шадринские пряники издавна стряпали в нашем крае. И было очень много предприятий, которые занимались именно пряниками как производство. Там, где сейчас станция юного техника, напротив, до сих пор работает магазин, в котором когда-то и осуществлялось в 19-м, начале 20-го века вот это пряничное производство. Пряники стряпались самые разные. Самые интересные, вкусные пряники были, конечно, с фруктовой начинкой, с ягодной начинкой, с черемуховой начинкой. Пользовались таким же спросом, как и сегодня. Пряники были печатные пряники, были разных форм. Пряники – это наше местное достояние». Детям показали спектакль-сказку «Летучий корабль», а после провели экскурсию по закулисью театра. Показали костюмерные и гримерные комнаты и много других мест, недоступных взору обычного зрителя. Тем временем заместитель главы города по экономике Елена Насонова рассказала о важности продвижения шадринских брендов, в первую очередь для улучшения экономической составляющей нашего края. «Экономический термин брендирования выражает собой особую маркетинговую технологию продвижения торговых марок, товаров на коммерческих рынках. Но сейчас он используется и в культуре, в целях продвижения территорий, в целях увеличения туристической привлекательности нашего города и привлечения инвестиций». После развлекательной и творческой программы состоялась дегустация. Жареным гусем по-императорски ребят угостила сама царица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова